всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 апреля я пошла на ежедневный утренний обход смотреть температуру в теплицах и вот я прохожу каждый день мимо этого места и посмотрев вот на эту теплицу хочу спросить у своих зрителей у подписчиков может быть кто-то посоветует куда можно как можно вообще избавиться вот от старой обрушившейся теплицы от поликарбоната вот от железных погнутых профилей куда можно вообще это выбросить как утилизировать я не знаю сейчас хочу попросить на следующую неделю сына чтобы он хотя бы раскрутил ее разобрал и вот она будет кучей лежать куда ее девать не знаю хочу сказать о погоде у нас закончилась вот это потепление которое обрушившаяся жара как я говорю на нас было плюс 14 плюс 13 днем сегодня видите как тоже пасмурно будет всего 7 градусов и на ночь будет погода минус 1 температура то есть будет холодновато и скорее всего буду включать сегодня обогрев в теплице но об этом подробнее потом расскажу пока иду в теплицу рассматриваю все изменения вот за два теплых дня смотрите как суворовцы эти-то которые на тряпочку упали и проросли они погибнут а вот здесь очень много молодых сходов хочу за ограду их высадить сделать целую грядку лука суворова смотрите он как развернулся вот эти розочки это вот будущее моя еда листики также теплые дни разбудили нарциссы они прям лезут дружной семейкой скоро нужно будет прорыхливать вокруг них у меня 7 утра зашла в теплицу в теплице не жарко сейчас посмотрю температуру здесь во всем помещении внутри вот так же как всегда 5 градусов в тоннеле сейчас залезу посмотрю если вы заметили изменения у меня видите были маленькие дуги теперь дуги высокие которые в высоту доходят до половины высоты теплицы это вот надолго у нас еще могут быть и в мае заморозки и вот у меня зрительница постоянная спросила почему я не вижу колышки не вставляете вы в прошлом году были колышки сейчас вставлять колышки я не могу потому что они еще будут у меня под укрытием какое-то время колышки буду вставлять немного позже я достала градусник из тоннеля открывать пленки пока не буду потому что на улице пасмурно здесь тепла нет вот 10 11 градусов извиняюсь это отключилась камера это без подогрева вчера без подогрева позавчера короче здесь никакого отопления не было сегодня вот уже третьи сутки сегодня если не будет солнышко если здесь температура не поднимется вот 5 обычно днем же до 20 у меня здесь поднималась за счет солнца только тогда я буду включать вот эти инфракрасные обогреватели низ я не буду греть подогрев грунта потому что я вчера проверила и одну сторону и другую температура грунта не опустилась 16 градусов грунт и мне нужно вот здесь чтоб температура была до 15 градусов у нас инфракрасные обогреватели выставлена температура на 15 градусов когда здесь нагревается достигает этого предела они сами отключаются так что лишняя электроэнергия здесь не потратится они сами нагревают отключаются остывает опять нагревают отключаются но все знают вот про это реле терморегулирующие так что здесь можно не следить не бегать не смотреть когда пасмурно буду включать и еще сегодня раз минус один вот в той теплице придомовой я сейчас туда перейду и расскажу вам мне придется там на ночь включать подогрев грунта здесь возможно нет также в тоннелях останутся а там придется я не выдержала заглянула все-таки вовнутрь как они себя здесь чувствуют потом хорошо здесь вот это вот которые высажены которые покрупнее которые потоньше это вот они у меня на хранение на передержке вчера здесь работала расстанавливалась и видите бесконечное море томатов так красиво мне так нравится вот этот вот тоннельчик с живыми растениями ладно пойду в другую теплицу у меня же еще и вот здесь молодняк стоит в придомовой теплице и вот сегодня я буду решать делать выбор время или деньги что я готова что мне дороже что я готова затратить сейчас объясню почему сегодня минус один без подогрева они здесь ну как я их не могу оставить это у меня выбор или вечером их все занести домой назад по стеллажам расставить или включить ветродуйку вот ту старую которая говорила ветеран обогрева она до сих пор работает хорошо все и и по многочисленным просьбам прям не под просьбам а по требованиям особенно отдельных активных зрителей я сегодня буду считать посчитаю вас научу как считать расход на электроэнергию вот как раз сегодня я посчитаю сколько за ночь если я включу ветродуйку или если я включу инфракрасные обогреватели в теплице я посчитаю сколько обойдется ночь с обогревом но это ночь у нас перед этим не было обогрева вот сегодня ночью буду обогревать а следующие 7 по прогнозам синоптиков будет опять плюсовая температура днем очень высокая там до 16 даже доходит опять будут теплицы прогреваться обогрева не будет я надеюсь это ночь один раз в неделю не только меня но и даже любого человека не выбьет как в бюджете брешь не проделает я уже примерно знаю сколько это стоит вот озвучу это в отдельном видеоролике не будем мешать с любованием рассадой созерцанием растений считать это очень как ну это намного хуже чем любоваться растениями там подсчет ничего интересного но видеоролик все таки придется этот снимать потому что постоянно приходят вопросы а сколько стоит скажите конкретную сумму сколько в рублях сколько в копейках 100 рублей или 500 дайте нам конкретику вот сегодня дам конкретику все до свидания сегодня ночь будет минус один растениям без подогрева будет холодно хочешь или не хочешь все равно придется что-то включать что-то